27 сентября свой профессиональный праздник отметят воспитатели и работники дошкольных учреждений. Героиня нашего следующего репортажа уже больше 10 лет трудится в детском саду Гнездышко, что в поселке Скатели. Более того, через пару месяцев ей предстоит отстаивать честь региона на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Тему продолжат наши коллеги. В Юнгрии и спрятался под его шляпкой. Обычно утро в детском саду Гнездышко. Малыши 4-5 лет, средней группы «Ласточки» не только слушают сказку, но и разыгрывают ее по ролям. А еще изучают правила дорожного движения, моделируя различные ситуации и выступая в роли регулировщиков, пешеходов и водителей. А это сенсорная комната – специальное помещение, где ребята получают необходимую разрядку после многочисленных игр, уроков и занятий спортом. Расслабляющая музыка, световые эффекты и беседа с психологом. Такая обстановка успокаивает еще очень хрупкую нервную систему ребенка. Построить домик из кубиков, выучить первое стихотворение или сделать открытку маме – все это по чутким присмотрам воспитателя группы Людмила Сидорович. В свою профессию она влюбилась с малых лет и с тех пор уверенно шла к своей цели. Вообще, наверное, как и каждая девочка, в детстве я мечтала стать воспитателем. Играла в куклы, смотрела, как работает воспитатель. И моя мечта осуществилась, и я устроилась работать в детский сад Гнездышко, в котором я работаю уже на протяжении 13 лет. Не секрет, что работа воспитателя – не самая легкая. Детей много, все они разные, и каждому необходимо найти индивидуальный подход. Людмиле Сидоровичу, по всей видимости, это удалось. Сейчас у нас современный мир непростой. Такие же развитые детки, они тоже требуют к себе подхода, они непростые. Но я думаю, что я стараюсь, я думаю, что я нашла ключ к каждому сердечку. И детки меня любят, с удовольствием приходят в садик, когда, например, меня нет, они расстраиваются, спрашивают, интересуются, когда я приду. Я вообще считаю, что Людмила Александровна – педагог от Бога. В ней сочетается все – и доброта, строгость, и требовательность в то же время к нашим деткам. Она очень внимательна. Всегда улавливает настроение детей. Когда надо – подбодрит, когда надо – пожурит, немножко пристрожит. Вот дети идут к ней с радостью. Мой ребенок неконтактный, но он обожает Людмилу Александровну, это о многом говорит. 17 ноября педагогу предстоит принять участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года». Людмила Сидорович успешно прошла два первых тура и теперь готова поделиться опытом и помириться силами с коллегами со всей страны. Я думаю, что в жизни каждого педагога наступает такой момент, где он должен обобщить свои знания и показать себя, да, какой-то вот профессиональной точкой, да, он должен показать, что он умеет и что он может. Впрочем, каким бы ни был итоговый результат, самое главное – это победа в ставшем уже родном детском саду. Уважение, признание родителей и, конечно, любовь своих воспитанников. Красивая. А еще какая? Добрая. Еще мы ее любим, еще садик у нее красивый. Годы идут, и я, как и мечтала, играю, работаю вместе с детьми. И с детством теперь никогда не расстанусь, ведь я педагог, воспитатель и друг. Иван Кутейников, Сергей Качегов, Телеканал «Север».